Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте это видео и поддерживайте нас молитвенно и финансово за все. Будем благодарны. Спасибо вам. Педофильный скандал набирает обороты все больше и больше. Есть сторона, которая хочет умолчать и сделать вид, что ничего не случилось, что все это шито-крыто. Мне очень много пишут и звонят, и говорят, что если не будет других жертв, что все это сойдет на нет, им все сойдет с рук, все это пройдет. Другие есть, пока молчат. Вы знаете, в России об этом пока говорить стыдно, неприятно, больно, потому что затравят. Мы знаем, как относятся к женщинам у нас. Даже в христианских кругах сама виновата, сама пошла, сама, 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 всегда во всем виновата женщина. Насколько мне известно, Соня Мартьянова обратилась в консультативный совет глав протестантских конфессий России, чтобы не РосХВЕ рассматривал этот вопрос, где участником скандала является пастырь или епископ, как иногда они его именуют, одной ассоциацией, он же член семьи, человек, который возглавляет этот союз. Поэтому ей было принято решение обратиться именно в консультативный совет глав протестантских конфессий России. Насколько мне известно, эта организация не зарегистрирована, но действует согласно своему какому-то внутреннему положению, потому что присутствует глава почти всех протестантских конфессий, и плюс постоянно на всех заседаниях консультативного совета присутствует представитель администрации президента. И, конечно же, он никогда не скажет, что он как частное лицо здесь, что его неправильно поняли, когда он выступает или что-то говорит, или следит за происходящим, или ведет этот консультативный совет. Конечно же, он в свое рабочее время присутствует на заседании этого консультативного совета, как часть или как руководитель даже, я не знаю его позицию сейчас. Поэтому это, наверное, очень правильное решение со стороны Сони, и, возможно, еще кого-то обратиться именно туда в поисках правды, в поисках истины, в поисках того, чтобы кто-то хотя бы со стороны, не само РосХВЕ, а кто-то со стороны рассмотрел этот вопрос и дал оценку всему происходящему. Вот мы будем следить за этой ситуацией, за развитием этого, конечно же, ужасного скандала, который вот сотрясает. И, кстати, это не первый случай уже, наверное, и не единственный в РосХВЕ. Мне напомнили недавно, что где-то в Сибири, кажется, в Новосибирске, по-моему, уже больше 10 лет назад был осужден тоже пастор церкви одной, за педофилию, вывозил детей тоже с ними, производил действия сексуального характера. Тогда газеты писали, «Комсомольская правда» писала, это вышло на федеральный уровень. Вот кажется, что человек, наверное, уже отсидел свой срок или близок к тому. Ну вот такие события, они сотрясают. Почему-то все время один и тот же союз, и все проблемы исходят оттуда. Но, как говорит народ, рыба гниет с головы. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Благослови всех, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова